Всем привет! Друзья, сегодня у нас гастрономический тур по Австралии. Кенгуру, страусы, крокодилы. Мы обязательно кому-нибудь уделим внимание и приготовим. А сегодня мы будем с вами готовить не менее интригующее блюдо пирог-поплавок. Я начинаю готовить, а вы смотрите внимательно видео. Начнем приготовление с пирожка. Надо мелко порезать репчатый лук и морковь. Знаю, многие морковь не любят в пирожках. Конечно, можно и без нее. Очень интересное название пирог-поплавок, не правда ли? А как оно появилось? Вы знаете, в 1890 году шеф-повар перед подачей горохового супа случайно уронил пирожок в тарелку. Он не растерялся, так и подал клиенту. Блюдо название получило плавающий пирожок или пирог-поплавок. Возвращаемся к приготовлению. Говядину надо порезать как можно мельче, так она быстрее приготовится. Вообще можно взять и фарш, здесь не принципиально. Теперь хорошо разогреваю сковороду и наливаю масло. Обжариваю говядину. Из мелко порезанного мяса влага испарится быстро. И теперь можно добавить лук и морковь. Если надо, можно и добавить немного масла. Еще для аромата добавляю мелко порезанный чеснок. К мясу в Австралии добавляют вустерширский соус. Если нет такого, то австралийские кулинары и шефы предлагают заменить вустерширский соус на красное полусухое вино или темное пиво. Обязательно мясо надо посолить и поперчить, а для пряности добавляю тимьян. Алкоголь уже испаряется и можно добавить овощной бульон. Я просто приготовила его из кубиков. Конечно, можно сварить и самим. Для аромата еще добавляю лавровый лист. Закрываю крышкой и буду тушить минут 15-20 до готовности мяса. Пока мясо готовится, быстренько займемся гороховым супом. В кастрюлю с толстым днем наливаю масло и слегка обжариваю лук. Теперь в кастрюльку добавляю тот же овощный бульон, что и для мяса. И сюда же мелко порезанный картофель. Еще очень один интересный факт. В 2003 году пирожок-поплавок был признан наследием Южной Австралии. Картофель надо сварить до готовности и немного посолить. Теперь добавляю свежий замороженный горошек и как только закипит, варю 2-3 минуты и снимаю с огня. Ну а теперь надо суп хорошо пробить блендером до однородной массы. А свежий неповторимый вкус гороховому суп-пюре придадут листики мяты. И мясо тоже почти готово. Осталось немного загустить соус. В муку добавляю пару ложек бульона и томатный соус. Хорошо перемешиваю и потихоньку вливаю к мясу. Перемешиваю соус с мясом и дам покипеть пару минут. И все готово. Перекладываю мясо в миску, чтобы быстрее остыло. Тесто купила в магазине готовое. Немного раскатаю и разрезаю на квадратики по размеру формочек для выпечки. У меня они из фольги. Можно также взять и противень для маффинов. А я пока приготовлю формочки для пирожков. В традиционном рецепте для основы используют песочное тесто, а крышечку для пирожка делают из слоеного. Но сегодня многие рестораны и кафе используют только слоеное тесто. Тесто перекладываю в форму, так чтобы оно выступало за край. И выравниваю по бокам. Получается как стаканчик. Очень тонко тесто раскатывать не надо. Толщина должна быть 3-4 мм. И таким же нетолстым слоем подготавливаю тесто для крышечек. Теперь заполняю стаканчики из теста мясом. Закрываю крышечкой и хорошо надо прижать по краю, чтобы тесто склеилось. Лишнее тесто срезаю и по краю придавливаю вилкой. Получается красиво и пирожок закрыт надежно. Можно сделать сразу много таких пирожков и положить в морозилку, а потом просто запечь в духовке. Теперь смазываю пирожки яйцом, прокалываю зубочисткой крышечки и посыпаю кунжутом. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Вообще в Австралии ни один футбольный матч не обходится без такого мясного пирожка. Он легко помещается на ладошки и подавать его можно просто с кетчупом. Ну что, последний штрих и будем пробовать. Сначала наливаем гороховый супчик. Какой он получился красивый, цвет обалдеть! Посмотрите, какой такой яркий, зеленый, с мятой. Я никогда не пробовала суп с мятой. И пирожок прелесть. Румяный, красивый. Вот так. Посмотрите, какая красота. Будем пробовать. Ну что, друзья, давайте скорее попробуем. Это так красиво. Честно говоря, мне даже жалко пробовать, потому что действительно очень-очень красиво выглядит. Что же у меня здесь получилось? Готовила первый раз. Честно, даже не пробовала перед съемками. Сейчас посмотрим. Горячий еще. Очень вкусно. Очень. Такое вкусное пюре. Я вообще, вот я первый раз пробую пюре с мятой. Гороховый суп, конечно, мы все кушали, пробовали гороховый суп, но мы варим его по своему вкусу, да. Но здесь так необычно. Из такого свежего зеленого горошка я тоже никогда не готовила. С добавлением мяты. Такой интересный, очень легкий, нежный вкус. Рекомендую, обязательно рекомендую. Но пирожок необыкновенный вкусный тоже. Ну, говядина, конечно, что может быть там невкусно. Пирожок с мясом, наверное, все любят. Съем еще кусочек, потому что это очень вкусно. Очень. Великолепно. Просто великолепно. Друзья, обязательно побалуйте своих близких таким вкусным блюдом. Готовится очень просто и быстро. Но минут 40 ушло у нас на все приготовление. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Делитесь нашими рецептами и не пропускайте наше кулинарное турне. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!